Снова всем welcome! Это снова я. На этот раз я нахожусь в районе Ацуги, то есть недалеко от гор. Вот, очень достаточно хороший райончик такой, уютненький. Здесь решил немного пешком прогуляться. Я здесь наблюдаю небольшой такой храм, красиво оформленный, то есть достаточно старый, судя по дереву, которое здесь уже все высохло. То есть всякие камни здесь стоят, там вот статуи и так и сады. И вот я как наблюдаю, здесь вот очень много в этом районе мест и домов с такими просто огромными садами. То есть в Токио я таких не встречал. То есть вот статуя, вот видите, статуя, наверное, метров 5, но я не знаю, высота, короче, большая. И вот у многих людей вот такие вот сады, там гараж, там два дома стоит там. То есть это одна семья, там, видимо, может домик для гостей или еще что-то. То есть вот растут эти мини-мандарины, это как юзу называется. Далее там идут всякие вот пальмы, вансаи и тому подобное. Вот такие вот дома, тоже сады такие необычные. То есть в Токио из-за того, что мало места, у людей такого нет. Вот, то есть земля очень дорогая в Токио, поэтому те, кто живут там, они не могут себе позволить вот такие вот сады. Это практически как российские дачи, грубо говоря, по размерам, в принципе, очень похожи. То есть, не, ну есть вот такие вот небольшие, то есть совсем. То есть там место для парковки только и все. А есть вот прям именно, вот, вот видно, да, вот огород, пожалуйста. Правда, здесь сейчас лук только выращивают. И значит, они там, видимо, еще не посадили. Капуста еще с зимы осталась. Хотя сейчас уже, в принципе, март месяц. У людей еще капуста не убрана. Вот так вот живут японцы. Вот мы дошли до какой-то дороги. Я хрен его знает, если честно. Я здесь первый раз, я вообще здесь никогда не был. И я так скажу, что в Японии очень много мест, которые, ну, как-то напоминают Россию, либо же Европу. То есть не в плане того, что уровень жизни или еще что-то, нет. А в плане того, что вот оформление именно внешне выглядит. То есть это сады какие-то, например, магазинчики, то есть беседки, ну, как это сказать, парки вот и так далее. То есть вот впереди видно, да, дом в таком европейском стиле достаточно. То есть узкие окна такие. Все как бы, ну, явно не японские. Значит, и у него вот такой вот вход. Вот, правда, все заросло. Недренифени здесь все. Нифига не видно, что там вообще. Ну вот. Так вот. А знак? Это, по-моему, черный лотус. Может, я только ошибаюсь, конечно. Такие вот знаки. А тянь. Кто их поймет? Мурата. Вот. Ну. Ну да, сейчас. Попадем дальше, в принципе. Мне надо туда идти. Вот там спортивный центр виднеется. Значит, даже вот в таких вот, скажем так, отдаленных районах, то есть не город, где нет такой столичной жизни, где у людей, скажем так, зарплаты ниже. И как бы сервисом они не обделены, эти люди. То есть вот, например, дом. Тоже в европейском стиле, как видно. Да. Ну, правда, сайдингом делан. А так, в принципе, да. Вот. И тоже такие деревья, там парковка, там какой-то гараж или сарай, я не знаю. Что-то... То есть... Территория просто огромная. Вот для Японии вот такой вот дом иметь, с такой территорией приусадебной, это, блин, я не знаю, это много стоит. Это очень дорого. Ну, несмотря на это, люди могут здесь себе позволить, такое купить и содержать это все. Вот. И, как бы, несмотря на то, что даже здесь далеко стоит Токио находится, у людей есть свои супермаркеты, торговые какие-то рынки, там, площади. Также много очень спортивных центров, стадионов и гольф-клубов и тому подобное. Вот даже дрова здесь вот заготовлены. Что-то у них там, видимо, печка еще. Время он стоит. Это реально. О, нифига себе, какие машины. Ха, West Coast. Западный берег. Или как побережье. Volkswagen Parking Only. Вот такой вот Volkswagen, я не знаю, каких он годов. Что-то там вот какие-то эти приделанные к нему. Да, очень старый. Дальше, что здесь еще? О! Это Киджима женская и детская клиника. Если честно, я не знаю, что это за клиника. А, ну там вот написано, всякие врачи. Терапевты и там подобные. Хирурги, все здесь, короче. Ну вот, пожалуйста, вот так вот выглядит клиника. То есть, в районе, вот, отсюда, как я уже говорил. Вот, пожалуйста, еще один такой же вот дом. С такой большой приусадебной территорией. Я вам скажу, вот таких домов здесь вот. Вон, смотрите. То есть, вот тоже. Огромные тоже территории. То есть, вот розы у них там, целое дерево. Или я не знаю, что это такое. Ну, чайная роза, может, что-то такое. Я, если честно, в этом не разбираюсь. Вот, мекан, вот этот японский мандарин. Ну, здесь не очень большой вот сад. Вот такие вот дома здесь. И я вам скажу, достаточно просторно. Вот видите, парковки. Видите, парковки, да, перед домом. Несмотря на то, что здесь, как бы, в Японии, все парковки платные, да. Все парковки платные. Ну, по идее, должны быть. Вот вы видите, вот. Вот парковка стоит. Да? Бесплатно парковка. То есть, нету никаких, скажем так. Никаких, это, паркоматов, ничего нету. То есть, все, пожалуйста, паркуйся и не надо ничего платить. И вот в этом тоже плюс большой жизни не в столице, а где-нибудь вот за городом. То есть, ну, как бы, имеется в виду в каком-то отдаленном городе от столицы. Большие территории, то есть, очень, ну, дешево, относительно здесь все, конечно, все это территории. И дома тоже дешевые, достаточно. По сравнению с Токио, естественно. Вот. То есть, люди, как бы, здесь живут. Вот, я не знаю, вот они до сих пор дровами топят. Или у них бани здесь, что ли, фиг его знают. Или, может, на шашлыки здесь это. А, ну, вон труба, вон, видно, да. Видимо, что-то готовят. Вот тоже дом, смотрите, тоже, как бы, интересный. У них там свои, свои ворота там. То есть, вот такой вот дом. С большой территорией. Или вот, например. Это все одна семья. То есть, представляете масштаб, да? То есть, я не знаю, ну, тут соток 15, наверное, елки-палки. То есть, вот дом. Вот у них дом. Потом там еще маленький домик. Там еще маленький гараж. Или еще тут домик. Там теплица, еще что-то. То есть, я, короче, что я в Японии вот сколько раз был в разных городах. Но таких размахов строительства я не видел. Я не думал, что у японцев, вот, к примеру, да. В европейском стиле дом такой. Под этот сделанный, под кирпич такой. Вот, я не думал, что в Японии будут, ну, настолько, как говорится, большие территории под застройку у них. И, скажем так, люди будут жить вот с такими пересадебными участками. Хотя, как видите, вот, это на самом деле факт. То есть, люди живут. Вот, например, смотрите, огород какой. Вот у них дом. Да, вот там сзади, за ним огород. Пожалуйста. Огород тоже приличных размеров там. Так что, в принципе, да, если, как говорится, захотеть, то при желании можно себе купить огородик небольшой. Ну, как там, например, да. Если кто любит там что-то сажать, к примеру, да. И, значит, дом рядом с ним построить. Ну, вот, например, тоже территория неплохая. Всякие, как лиственница, что ли, какая-то тут растет. Вот, тоже гараж у него большой, дом большой. Ну, у него в основном дом занимается, место. Дом огромный просто. Ну, вот, так вот живут люди. Ну, я напомню, это, конечно, это не Токио. Это где-то, ну, это район Коногава. То есть, где Ацуги находится. Это вот в той стороне. А, вот в той стороне. Я не знаю, отсюда видно. Нет, там горы. Как раз там Фуджи находится. То есть, ну, до Фуджи, конечно, отсюда еще пилить и пилить. Это километров 200, наверное. Но в целом, в целом, так вот, где-то в той стороне, вот, горы рядом здесь. До них там на поезде, ну, не знаю, ну, может, час, может быть, там, 40 минут ехать. Вот здесь вот люди живут, в принципе, уже на больших территориях. На раза в 4, может быть, в 6, в раз больше, чем территория в Токио. Я думаю, что цены здесь не особо высокие на жилье. Потому что я до этого смотрел. В принципе, достаточно дешево. Также вот здесь и магазинчики, всякие вот скутеры там, мотоциклы продаются, машины. При желании можно найти, если вы живете в Токио и не хотите переплачивать, например, да, там, в токийским магазинам, там, то, что за аренду, они берут все процент за это. Но, ну, как вот, цену вставляют. Поэтому лучше всего ехать куда-нибудь за покупкой автомобиля или мотоцикла за город. Ну, это, в принципе, у нас в России наоборот. То есть, у нас, если ты хочешь купить что-нибудь там подешевле, обычно все идут в Москву. Ну, потому что там все продают, все туда привозят изначально. А оттуда уже распродают по всем остальным городам. И в остальных городах эта машина выходит дешевле... Ой, дороже, ежели в Москве. Ну, обычно. Так, ну, по крайней мере, вот я сколько раз ее... Я не знаю, возможно, в каких-то городах, конечно, и можно купить дешевле. Но фишка в том, что там может быть качество хуже. Или же там пробег большой. Ну, все такое. Вот розовый трактор. Вот вы видите ли? Розовый экскаватор. Это, как сказать, вершина гламура. Японцы даже... Даже экскаваторы сделают гламурными. А, ну вот, в принципе, здесь новые напитки. Вот всякий сидр, да? Какой-то непонятный. Я его не видел. Вот эти вот нижние ряды. Верхние все я не видел. Видел я уже до этого. Это же популярные. А вот этих я не видел. Видим, может, здесь так продаются. А, ну вот здесь школа и какой-то магазинчик. А это вот, видимо, школьники здесь паркуют свою технику. А это мото-магазинчик, да. Вот так вот и живут люди. За городом, скажем так. Ну, за городом. Не за городом, за столицей. В другом городе. Поэтому, как бы, если вам интересна данная тема, конечно, пишите в комментариях свои вопросы, предложения. Ну, а я попробую снять это позже, этот ролик. Ну, и также оставляйте свои комментарии касательно, то есть, что вам понравилось, что вам не понравилось в этом ролике. Ну, а если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!